здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале я очень люблю смотреть веронику степану признаться я очень благодарна как человек которого она выручает во многих жизненных ситуациях и снова ее видео где на самом деле в общем то тема была даже которая не относилась к моей ситуации но я услышала фразу которую которую она упомянула которая на самом деле расставила все точки над и я даже не вспомню как называлось это видео но фраза была такой возможно кстати про эмоциональную резистентность она говорила как быть человеком который не реагирует на какие-то стрессовые ситуации вот видео как-то емко называлась в общем то она сказала в конце своего видео что все мы обладаем разной резистентностью к тем или иным негативным эмоциям но в себе нужно и можно культивировать развивать и самое главное она сказала очень интересную фразу нужно беречь свою нервную систему нужно беречь свои эмоции и признаюсь у меня случился некий кризис я сначала думала это некая выгорание бы не могут говорят все блогеры выгорание ничего нет больше тем для записи не хочешь вставать перед камерами если меня всегда это удивляло потому что потому что во первых я отношусь к своему блогу как работе поэтому об чем-то работа часто бывает тебе не нравится ты не хочешь вставать Jefferson на работу на ты встаешь красишься одевайся и идешь и так живет большая часть этого мира поэтому в общем-то все эти стоны по поводу того что мой блогера общем того у меня выгорание они мне были чужды и никогда не понятны. Но я заметила за собой, что в последнее время я тяжело стою перед камерой. И я сначала это объяснила тем, что я открыла для себя новый формат. Это, конечно же, любимый многими формат стрит-стайла, где я могу себе позволить остаться за кадром. Я могу не краситься, не причесываться и, в общем-то, вообще ночью эти видео записывать, когда у меня есть время, просто накладывая свой голос, делая озвучку подобных видео. Так же, как и снимать этот стрит-стайл, я могу тоже, в общем-то, просто приехала, поснимала, не обязательно мне себя украшать. То есть вот какая-то расслабленность у меня появилась. И я подумала, что сначала это очень хорошо, то есть это формат, который позволит мне несколько отойти, что называется, от ежедневного дейли-контента, дейли-присутствия перед камерой, потому что до этого я каждый день записывала видео. Повторюсь, меня это не тяготило, мне это очень нравилось. И потом я поняла, что, скорее всего, это меня даже затягивает и несколько позволяет мне лениться. И, в общем-то, очень много мыслей у меня было, и никак, что называется, картинка в пазл не складывалась, пока я не поняла, что, да, для меня проблема сесть и записать видео. То есть смонтировать нет, сделать видео, где я за кадром, в общем-то, без проблем, я доделаю это быстро, а вот сесть перед камерой и наговорить, и рассказать о чем-то для меня эта сложность. И когда я посмотрела это видео, все стало на свои места. Более того, дорогие зрители, я могу вам сказать, что у меня стали появляться морщины на лбу. Скоро, кстати, я выпущу видео по поводу массажа ложками, покажу, как я его делаю, что я об этом думаю, почему я не делаю часто. К массажу с ложками я вынуждена была вернуться, потому что я всерьез стала задумываться о ботоксе, я очень сильно стала хмурить лоб. Сначала я думала, и многие от меня эту фразу слышали, что я это делаю на монтаже. Но потом я поняла, что нет, что-то, в общем-то, вот такое происходит в моей жизни, что вызывает вот эту некую хмурость, либо я легко начинаю хмуриться. И, посмотрев видео Вероники Степановой, я могу сказать, что я ночью спала первый раз, потому что я это прямо-таки почувствовала, заметила за собой с абсолютно расслабленным лбом. То есть до этого даже вот когда я засыпаю, я о чем-то там думаю, хмурую лоб, непроизвольная мимика, просыпаюсь тоже о чем-то сразу думаю, прихожу к зеркалу, смотрю на себя, а лоб уже у меня сжат, и у меня вот здесь вот стали появляться морщины. В общем-то, очень долгий такой подход, к чему я это рассказываю. К тому, что действительно свои эмоции и свое внутреннее состояние нужно беречь. Но прежде чем начать это делать, нужно понять, а что тебя расстраивает. И понять это, конечно же, очень сложно. Что произошло со мной. У меня, в принципе, достаточно спокойная жизнь, примерно такая же, как у всех людей на этой планете. И единственное мое большое отличие в том, что я стараюсь действительно не обижаться, я стараюсь не концентрироваться на каком-то негативе, я легко отпускаю ситуацию. Какой-то материальный ущерб тоже, если происходит со мной какой-то штраф, либо я поцарапала машину, я на самом деле научилась спокойно к этому относиться. Кто-то может мне сказать, Яна, конечно же, тебе легко спокойно к этому относиться, если ты можешь позволить себе ремонт машины, либо оплатить штраф без проблем. Но могу вас заверить, что даже люди, которые могут себе все это позволить, очень часто очень сильно переживают по поводу вот таких вещей, которые я перечислила. Я на самом деле научилась относиться ко многим-многим вещам очень спокойно. Для меня единственное, что важно, это мое собственное здоровье, здоровье тех, кого я люблю. Но что произошло в моей жизни? Когда случились 65 тысяч подписчиков на моем канале, я поняла, что я получаю очень много негативных комментариев. И при всем при том, что я была к этому готова, и я соотношу эти негативные комментарии, конечно же, как часть своей работы, это все воспринимаю, я поняла, что я была не готова. И что я сделала на тот момент? Я, в общем-то, в определенных видео упомянула, что я, скорее всего, не буду читать комментарии, и я практически их действительно перестала читать. Но у меня есть зрители, которых я помню, которых я знаю, они были со мной на самом начале моего канала, и мне очень жаль было все время пропускать их комментарии. И что стало происходить? Я снова начала пробегать комментарии, и я тогда решила, я не буду на негативе концентрироваться, я вообще читаю. То есть, если я вижу с первых строк, что это негатив, я читать не буду. Я буду отвечать только на вопросы конкретно поставленные, ну и на слова, на какие-то комплименты, которые исходят от подобных зрителей, которые давно на моем канале. Но в определенный момент я поняла, что и это у меня не очень хорошо получается. И вот я пришла к той ситуации, которую я писала в начале видео. То есть, я не очень хочу записывать, и, в общем-то, вроде как ленюсь, да, вроде как и не очень ленюсь, да, вроде как канал мне все-таки нравится, да, а вроде как не очень. И могу сказать, снова возвращаясь к теме, что свои эмоции нужно беречь. В определенный момент я проанализировала, благодаря видео Вероники Степановой, в том числе, я поняла, что я на своем собственном канале стала записывать те тематики, раскрывать те видео, записывать, на которые мне указывали зрители. Очень часто, кстати, это происходило по-доброму, это действительно не происходило через негатив. И таким образом я стала себя чувствовать менее свободно, как блогер. В определенный момент, посмотрев и свои старые видео тоже, я поняла, что здесь и сейчас я не выгляжу так, как мне хотелось бы выглядеть. Именно этим было и вызвано большое количество видео о внутренней свободе, об индивидуальности, о том, что нужно выглядеть и носить то, что нам нравится. Потому что все это я в тот момент переживала. Скоро я снова покрашу волосы в блонд, буду продолжать их отращивать. Если вы отращиваете со мной, не нужно краситься. Если вам комфортно в моем, в вашем цвете. Но в моем случае было иначе. Я много раз говорила, что мне не нравится мой цвет, мне в нем некомфортно. Здесь речь не идет о том, что я себя не принимаю и хочу как-то по-другому выглядеть. Я человек, который мог себе уже и грудь сделать, и нос подправить, и губы подправить. Никогда, в общем-то, у меня даже желание не возникало, несмотря на то, что троих детей я откормила. И, в общем-то, я на самом деле считаю, что я адекватно отношусь к себе и очень спокойно. Но вот в светлом цвете волос мне комфортнее. Мне нравится вообще менять цвет волос. Я вообще люблю блонд, темный, блонд, темный. Но, к сожалению, мои волосы и их структура этого не позволяют. И то есть я поняла, что я тематики выбираю не совсем те, которые мне бы хотелось, которые я изначально была свободна освещать, когда было очень мало зрителей на канале. Когда действительно приходила только целевая аудитория, которая тебя слушала, нравилось ей все, и, соответственно, все у всех устраивало. И меня как автора, и зрителей как зрителей. То есть я поняла, что я выгляжу не так, как мне хотелось бы. Я, например, по поводу макияжа, а также своих красных ногтей. Но здесь нужно сказать, что мой муж на меня повлиял. И, опять же, это тоже очень важно, когда ты выглядишь так, как тебе нравится. Муж однажды мне сказал, слушай, Яна, ты классно выглядишь с красной помадой. Но ты так часто используешь вот этот вот образ с красной помадой блондинки, что он надоест зрителям, он несколько агрессивный, да и красные ногти. И могу сказать, что вот это все, когда на тебя капает чужое мнение, я сейчас говорю не просто о негативе, его практически нет на моем канале, наверное, потому что у меня есть большая метла, которая хорошо метет. Его практически нет на моем канале. Нет, я говорю просто даже о положительном чужом мнении, которое очень влияет на тебя. И в моей жизни и произошло то, что такого внимания ко мне не было никогда. Теперь оно есть. И ты, в общем-то, будучи человеком, в том числе разумным, как тебе кажется, стараешься прислушиваться. Соответственно, если тебе 10 раз написали, что с блондом тебе плохо, и 20 раз написали, что с темными волосами тебе хорошо, ты, наверное, начинаешь думать, ну да, наверное, с темными волосами мне хорошо. Мне должно быть хорошо. И как мантру это повторяешь. А в итоге оказывается, что ты себя некомфортно ощущаешь. И я больше, повторюсь, в этих состояниях самое сложное отследить, откуда идет вот это вот недовольство, вот это лень, либо вот это нежелание чем-то заниматься и что-то делать. Мне, к счастью, удалось проследить. Я поэтому сейчас рассказываю, что из чего произрастало. Поэтому, в общем-то, дорогие зрители, могу сказать, что действительно свои эмоции нужно беречь. То есть вот на негатив, на самом деле, который может копиться вокруг нас и который может быть в такой безобидной форме, как некая неудовлетворенность с собой и тем, что мы делаем, тем, как мы выглядим, и своей жизнью в том числе. Это то, что действительно забирает наши силы. И очень часто многие из нас живут по принципу, по принципу, чего с жиру бесится, вроде все хорошо. Муж и дети, и каналчик развивается. Зачем себе копаться, чтобы искать, а что же тебя беспокоит? Но могу сказать, что это очень важно делать. Сейчас мой канал снова претерпит некоторые изменения, потому что, во-первых, я внешне поменяюсь. В ближайшее время это совершенно точно. Я стану блондинкой. И, опять же, будет очень много вот таких разговорных видео, с которыми я и вышла на YouTube, которые принесли мне мою первую действительно аудиторию, которая осталась даже на моем канале до сих пор. То есть я считаю, вообще, когда зритель остается на твоем канале больше года, это значит, что ты очень классный блогер, потому что, в общем-то, зритель приходит на канал, а блогеры освещают, ну, примерно одну и ту же тему всю свою жизнь. Не важно всю свою блогерскую жизнь, не важно, в какой стезе мы находимся, стезе полезных советов, стезе красоты, бьюти-блогеров, стезе, допустим, юмора. Мы все равно вынуждены делать из раза в раз то, в чем мы хорошо разбираемся, то, что у нас хорошо получается. Крайне мало блогеров, которым удается открыть для себя новый формат, оседлать его и, в общем-то, скакать дальше, а потом снова поменять свой формат и быть каждый раз совершенно-совершенно новым. Поэтому я считаю, что те зрители, которые даже год на твоем канале, это большая заслуга твоя личностная, как блогера, то есть настолько ты им интересен. И совершенно спокойно я отношусь к ротации зрителей от автора к автору, потому что все ищут, прежде всего, информацию. Здесь, на Ютубе я часто говорю, что это, прежде всего, очень хорошо устроенный поисковик с визуальной информацией. Поэтому, да, канал несколько поменяется, и надеюсь, что я себя буду по-другому ощущать. Когда я поняла определенные вещи, я, на самом деле, стала вот сегодня первый день записывать видео, несколько легче мне стало. И я искренне вам желаю не жить по принципу, чего жир и бесится. Ну, вроде все хорошо, замужем, детки, семья, машина, туфли есть новые и так далее. Если что-то вас не удовлетворяет, нужно этому уделять внимание. Никто не позаботится о нас лучше, чем мы сами. Как сказала Вероника Степанова, действительно, свои эмоции позитивные нужно культивировать, хотя она несколько не так сказала, это уже мое ощущение от просмотренного ее ролика, свои положительные эмоции, их нужно культивировать. А на свои негативные эмоции нужно обращать внимание и нужно разбираться, откуда они идут. Потому что наше психологическое здоровье – это очень и очень важно для нашего физического здоровья в том числе. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...